Жалко лес, здесь столько тысяч гектаров О чем вы говорите? Это даже вот самолет увидишь, это огур, слезы и мурашки и все Господи, родненький, прилетел Это жители о спасателем самолете Амфибия, который экстренно прилетел из Красноярска с неба тушить лес в Угловском районе С пожаром боролись и сотни спасателей Ущербы колоссальные, уже уничтожено порядка трех тысяч гектаров леса в Угловском Мы и топимся с него, и все, и работают люди в лесу В основном здесь сейчас сработать-то сложнее Не надо было, наверное, ставить эти камеры слежения, потому что большие погрешности Один квартал горит фактически в трех километрах отсюда А когда люди работали на вышках, это было более своевременно и точно эти данные передавались Верховой пожар обрушился на Угловский район внезапно в середине прошлой недели Причина сухая гроза, рассказывают спасатели И добавляют, что из-за шквалистого ветра скорость распространения огня была молниеносной Огонь распространялся с такой силой, что до жилых домов оставалось всего 50 метров 50 метров – это длина пяти автобусов Чтобы пройти это расстояние пешком требуется порядка 30 секунд, но огню хватит и пару секунд Если бы это произошло и огонь все-таки подступился к жилым домам, то сегодня деревне осталось бы одно пепелище Отстояли, считай, к деревне подошел пожар, в дыму все было, здесь страшно, конечно, было И говорили, что эвакуироваться надо Мы готовы были в машину сесть и уехать Слава Богу, что все обошлось Огонь к селу Лаптифлок подходил трижды, трижды спасатели нашего региона И соседние республики Алтай отстаивали населенный пункт Тушение пожара осложняло сильный шквалистый ветер Это был просто ураганный Таких огонь перекидывался на сотни метров То есть создание минерализированных полос, которые были в несколько рядов проложены Они не дали никакого результата На следующий день была попытка зайти с западной стороны Также стояли и через день была попытка, получается, с юга, с западной стороны Достаточно близко подошел Проводилась эвакуация населения Людей вывозили на автобусах, размещали в пунктах временного размещения села Угловская Как только угроза миновала, жители вернулись домой Спасатели же продолжили работу Они до сих пор тушат отдельные очаги возгорания Жители, в общем, даже приносили продукты, питание в столовую Особая благодарность также им Так как людей было больше двухсот человек участвовало в тушении пожара Мы уже пять дней уже Давай уходите выспаться С удовольствием Хотим уже поспать По-человечески поспать Пожары в Угловском районе спустя пятеро суток наконец локализованы Но сохранились отдельные очаги возгорания Вот, например, дерево позади меня Специалисты Минприроды говорят, что оно уже не представляет такой серьезной опасности Так как сгорело все вокруг Кстати, под огненный удар попали леса Михайловского района Правда, угрозы населенным пунктам не было И площадь возгорания в разы меньше, нежели в Угловском Однако сегодня в Михайловском районе огонь начал бушевать с новой силой В общей сложности стихия в нашем крае уже уничтожила 3,5 тысячи гектаров леса И сегодня масштабы могут вырасти Остановить печальную сводку может дождь Но для южных территорий региона это большая редкость Обильные осадки случаются крайне редко По этой причине на Алтае участились пожары А вот сколько времени уйдет на восстановление лесного фонда Расскажем в итоговом выпуске новостей Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, День с толком Валентина Аскерова, День с толком